Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другое состояние – это переход от целого к целому. Два качества составляют целое и мысли как целое. Мысли как целое – это означает, что мыслящая форма сознает себя в качестве движения. Движение завершается уже от целого к целому. То есть от двухчастного к трехчастного к целому. Поскольку третья часть относится не к второму. Трехчастного к целому. Третья часть относится не к второму. Отношение второму. То происходит критизация этого отношения. И теперь мы знаем, почему качества стоят в порядке. Потому что они светлее, а третья еще светлее. Потому что второй звук громче, чем первый, а третья еще громче, чем второй. В переходе от двухчастного к целому к трехчастному к целому возникает понятие признаков. Ну или скажем, как рассмотрим отрезки. Сначала мы их ставим в ряд, не зная, почему они вкладываются в ряд. Потом узнаем почему, потому что это разные длинии. Второй длинии первого, третья длинии второго. Что ты говоришь? Ну про различие двух форм, чувственных и мыслящих. Одна воспринимает как просто различие качества, а другая как целое. Когда мы сняли в себя причины и чувства, то мы имеем целое движение от целого к целому. И вот это движение от целого к целому возникает амфетизация. И возникает амфетизация. И возникает амфетизм. И возникает понятие признаков. То есть второй отрезок длиннее первого на некоторую величину. И это различающая отрезка величина. И есть признак того, что второй отрезок больше. Почему так? Например, у нас есть некое морковное свойство, да? Мы одновременно понимаем, что перед нами лежат две морковки. По отношению к этой морковности, эти морковки будут разными морковками. Да? Ну просто разные. Ну как цвета бывают разные, так и здесь бывают разные. Но ведь они же различаются не по длине. И мы ни в коем случае никогда не достанем из этих морков какое-то свойство аминничное длине. Из этой самой морковности. Точно так же и с цветами. Обращаю внимание. И с цветами. Не тема, что отлины ярче или отлины другого. А в том смысле, что красный, синий, зеленый. То есть физически нам, конечно, расскажут о том, что они длиной волны возвращаются. Но на самом деле мы никогда не можем здесь выбрать какое-то качество. Типа длиннее. Которое позволяет нам на ту самую ситуацию уметь. Красный, зеленый, синий. Они как бы... Даже если мы их возьмем в трене, мы никогда не получим такой свойства. Это качество... Срезвезюм. Ну и еще. Да, но когда нет цветов. Тогда есть разные оттенки цвета одного. То есть у нас есть только белое и бывает серое. Белое, серое и немного серее. А красный, зеленый, зеленый, синий у них только нет и на полностью. То есть у нас есть те отрезки разной длины. Нет углов этого. То есть у нас получается, что в этом случае мы как бы различаем по всей видимости всего лишь пространственностью. То есть у нас есть большое количество различных предметов, но различные они между собой, не идентичны между собой, но различные они в каком-то смысле только пространственностью. И никакого содержания качества нет. То есть длинность. Он имеет в виду, что категории качества и категории количества – это разные категории. А у вас получается, что вроде в качестве есть как бы и количество. Я не знаю, как насчет категории, но я хочу... Потому что интенсивность, человек может длиннее – это все категории количества. Я хочу сказать, что красный, зеленый – это как бы не интенсивность белого. Николай. 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 А как происходит определение? Определение у нас двучастное. Да. То есть мы делаем различие темноты и света и удерживая это различие, внутри этого различия различаем, оттенок, 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 оттенок. Да. Но тогда это получается, если мы говорим, категории – это нет, тогда у нас будет белое, почти белое, серое и почти черное. Они будут красного, зеленого и синий. Да. Соответственно, волна так. Они различаются по длине. Хорошо. По длине они различаются. То есть, соответственно, и тоже. Дручастное определение. Точка и длина. Да. И удерживая это подношение, мы получаем короткий, длинный и более длинный. Да. Удерживая. Да. И это в этом гармирование. Дручастные. Белое, серое и то ли белое, то ли серое. Но не будет красного, зеленого и синий. Не будет махов. Отрезки будут? Отрезки будут. А зеленого не будет. То есть, количество будет, а качество не будет, да? Да почему? Не хорошо, что зеленое, потому что светлее красного. Нет. Зеленое не в светлее красного. Да. А то же. Ну, синий уж точно светлее зеленое. Да, тоже нет. В общем, можно придумать такое зеленое, которое у нас светлее любого синего. Точно. Ну, от физики, конечно, говорят, что посередине из них длина волны. В физике, я бы скажу. Но мы же в мире это не видим. В мире. У нас есть красное, зеленое. Не понимаю. Нет. Но он имеет в виду, что качество не сводимо к количеству. У вас получается как? У вас получается, что полностью качество полностью редуцировалось к количеству. Да нет, я не покажу. Степени там, больше, меньше. Но больше, меньше и степень – это же все количественные характеристики. Зеленость – это не оттенок серого. И синевая – это тоже не оттенок серого. А у вас одни оттенки серого. Получились. Именно тогда, раз вы взяли 3 оттенка серого различных, вы получили серость как таковую. А здесь этого нет, к сожалению. Волю. Так и с морковностью точно так же. Разные морковки между собой отличаются и подлиннее. И не по эффективности оргазмы. Вот в чем дело. Ну а трифти отличаются по длине? Ну так вот это специалистические случаи, да. А трифти отличаются по длине? Правильно. А трифти отличаются по громкости? Да, по громкости, а еще по частоте волны. По громкости по частоте волны отличаются еще. Мы имеем двухчастное определение. Смотрите, опять я хочу сказать, в этой технологии, например, вы получите громкий звук, тихий звук и совсем тихий звук. А разные, например, ноты, то есть разные... Это какая-то высота. Да, разная высота вы не получите никак. А еще есть тембр там, еще много чего есть. Да, много чего есть еще. Такого цвета точно так же. Вы с собой, как я сказал, очень высокий, еще выше, еще выше. Понимаете? И перед нами двучастное определение. Тишина звук. И удерживать это различие, тишина звука, мы получаем более громкий, менее громкий звук. И точно так же и свет, когда вы удерживаете, вы не удерживаете отсутствие всякого цвета, и свет. Вы будете получать и темноту, серость и свет. И что-нибудь еще разные оттенки серого. Разные оттенки серого вы получите. Вот в чем проблема. То есть, как бы вот эту точку надо фиксировать и постараться понять, почему она именно к цвету не имеет отношения. То есть, цветам же очень интересно. Они все цвета, но они различны в каком-то другом дополненном отношении. Мне кажется, что цвета это просто светлее темнее. Мне кажется, что светлее темнее – это одно. Но синий цвет может быть светлее темнее, красный цвет может быть светлее темнее. В нем уже есть много градаций. Но в этом случае он никогда не станет зеленым. То, что менее интенсивный красный свет, он становится зеленым. Вы не путаете интенсивность и светлое. Разные характеристики. Хорошо. Светлость – это интенсивность. Светлость – это интенсивность. Точно так же. И вот, например… Это интенсивность совсем другое. Смотрите. И теперь берете вот наше слово. Наше. Из множественных четырех вопросов. Они действительно объединены. Согласно какому-то принципу все вместе. Тем, что они содержают слово в слово. Но внутри самого себя они как бы различны относительно другого принципа. С, Л, О. По какому принципу они различаются? Непонятно. Не по какому-то другому. Не по тому принципу, по какому они все объединены в слово. Люди имеют в виду, что у цвета красного, скажем, есть собственное внутреннее определение безотносительно отношения к другим цветам. Точно так же, как у каждой буквы есть собственное определение безотносительно других букв. Некое внутреннее определение. Раньше, я помню давно-давно, мы говорили об эйдосах. Мы говорили, что для того, чтобы видеть красное, надо сначала иметь эйдос красного. Да, и они даны как в неком восприятии на виду. То есть, вот так сложное восприятие для нас множество или чего-то, или по еще, или цвета, но вот так он устроен. Совсем одно дело, когда мы работаем с отрезками. В чем отрезки отрезков? В том, что они различаются именно по тому, почему они объединяются. То есть, вещи различаются тем, что вы являетесь в словах. В двухчасном определении вторая часть конкретизирует первую часть. Если мы имеем первое развитие – тишина в звуку, то это различие конкретизируется только громкость звука, ни в коем случае сразу не длительная. Вы не расшифруете тишину. Вот этот переход от тишины в звуку нельзя расшифровать с помощью, не знаю, длительности звука. Не расшифровывается. В смысле громкостью? В смысле чистоту. И не высотой. Да, не высотой. И не высотой. Только громкостью. С морковностью только. Только они длинной морковки отличаются между собой. Нет никакой морковности, нет длины. И нет никакой красного, красного, синего и фиолетового. А есть только разные оттенки серого. Да, есть разные оттенки серого только. Вот со звуками понятно, да? Да, что нет разных звуков, а есть разная громкость одного и того же звука. Да, собственно, когда мы говорим разные звуки, мы говорим о разной громкости. Да, разные громкости, я говорил только. А нет, нет, нет их высоты или чистоты. Нет высоты. Нет, нет. И вот с морковностью так, и со цветом точно так. Что свет у нас, грубо говоря, не проявлено, не проявлено. Ну, здесь же более фундаментальная проблема. Либо определение – это всегда отрицание другого, либо есть какое-то имманентное определение, как вот сервисом. У Олега Михайловича всякое определение, есть отрицание и иного. Правильно? Понимаете? То есть определить – это значит ограничить по отношению к чему-то другому. Ну, на уровне чувства, иначе быть не может. Ага. Мы же говорим о… Просто можно в этой ситуации сказать таким образом. Вот у нас есть чернота и цвет, как бы, и есть у нас с другой стороны белая и радуга. И вот в смысле радуги, они будут иметь разные цвета. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Красный синифер – это вот. Каждый округ решает знать, где синифер-запад. Да? Вот так. Ну, о чем тут я речь? Нет, вот так. Так можно к этому делу подойти. Ну, тогда нам надо постараться понять, как вот, например, в этой самой ситуации. Радуги. Где у нас там отрезки? Вот с радугой как быть? Там отрезки на что сядь наставляют? Отрезок – это светлость. Светлость. Нет. С радугой – это не светлость. Фиоретовая – это почти черная. А красная – светлее фиолетового. И так далее. Нет. Красная – просто светлее. У нас тогда, когда светлое есть, это бывает красное, бывает бледно-красное, бывает средне-красное, бывает репетинно-красное. И зеленое точно так же. Бывает темно-зеленое, бывает цветно-зеленое, бывает совсем же зеленое, бледно-зеленое. И фиолетовое – так же. Просто, действительно, они в некой своей интенсивности. Интенсивный красный будет черный, интенсивный фиолетовый будет тоже черный. Нет, причинность не привлекает. Мы говорим только о светлее. Да. И все это ни при чем. Вот она, светлость. Светлость – это яркость. Да. Вот свет, яркость. То есть яркость – яркость света. Если у нас есть только свет и темнота, то у нас есть только яркость света. То есть разная тема серого – яркость. Различие темноты и света в яркости не конкретерируется. Различие тишины и звука в длительности звука не конкретерируется. Различие тишины и звука конкретерируется только в разной громкости одного и того же звука. Точно так же различие темноты и света в интенсивности не регулируется, потому что оно регулируется исключительно светлости. То есть, разно как зеленого? Почему вы думаете, что зеленая красная для субстанции? По-моему, это просто светло-фиолетовая все равно, чем не красная. Светло-фиолетовая, светлее темно-красного. Это вообще не смешное различие. Светло-фиолетовая можно назвать зеленой красной. Красной можно назвать светло-фиолетовым. То есть, когда вы говорите о свете, вы говорите об оттенках, как вы говорите только о громкости, то, когда вы говорите о свете, вы берете только разные оттенки, разные интенсивности света. То есть, свет... Я могу говорить о чипе. Ну, хорошо, я могу говорить на привычном языке. Что такое свет? Это такая, как бы, группа экспонента, который имеет с одной стороны одну конкретную частоту, а с другой стороны имеет ее амплитуду. Когда мы говорим о свете и о темноте, мы имеем дело с амплитудой, но не с частотой. Как и со звуком, точно так же. Ну, например, на наш взгляд это просто одно светлее другого. Да, одно светлее другого, и все. Но зеленого и красного нет. Нравится между зеленым и красным, это не то, что зеленое светлее красного. Многие имеют в виду, что действительно, если придерживаться вашей точки зрения, Олег Николаевич, то получается, что всякое качество сведено к количеству, да, потому что вот все вот эти различия, они же, ведь, количественные, больше, меньше, светлее, темнее. Тогда никакого качества, как качества, нет, а всегда есть всякое качество, редуцированное к некому количественному соотношению, к различию количества. Но мы, как бы, это там нет субстанций красной, субстанций зеленой, есть только посветление, посветление, поигнее светлое. Изменение часа. Да, да, чисто коричневая. Изменение часа, и лимфромагнитная волна. И физика это скажет, и глаз наш это скажет. Физика так скажет, конечно, да. Физика потому что и стремится все в количестве свести. Это, в принципе, в этом состоится. Потому что физик умеет работать с количеством. Я пугаю, повторяю, что синяя просто светлеет красная. Ничего больше. Ну, это просто неправильная терминология, наверное, светлее. Ну, холоднее тогда уже, действительно, светлее. Ну, здесь традиция уже с холодными цветами теплых. Синий холодный, красная тема теплее. А то желтое еще светлее. Тогда уже так. Я хотел, мне не получается, перейти к темнотарь свет, конкретизируется лишь в разной светлости. В холодности и теплости не накреченируется. Надо еще перейти различие цвета по светлости, надо перейти к различению их там по яркости, по холодности. Это отдельная тема. Пока что уход заключается в том, что мы различаем темнотарь свет, и в разных этих различий, и удерживаем это различие, совершаем переход к красным светлости, то есть к красным цветам. И все. Компатичина, все по каким времени получается, по-гомпатичине. Потому что не компатичина, повторяю, не компатичирует светлость. Светлость определируется светлостью. Вторая часть определения компатичирует первую темнотарь свет. Это фундаментальная определение. И это определение сохраняется. Мы переходим от красного к синему с одной стороны, а с другой стороны мы сохраняем этот переход фундаментальный от темноты к свету. Красное и синие — это переход к темноту к свету. От синего к желтому — это опять с одной стороны перехода к синему к желтому, а с другой стороны — сохранение перехода от темноты к свету. Т.е. это получается как растяга линии, вы знаете как растяга линии, с одной стороны мы движемся, красная, синяя, желтая. По частоте? Ну да, я бы сказал, что это или иные, или иные чувства, а по свету. Потому что терминология сбивается, потому что она у вас не физическая, давайте поймем, что такое свет по большому счету. Ну что такое свет по большому счету? Решу, что это такое, и что у них здесь где-то. Ну свет – это вот это, вот так. Эрмега – это это, да? Эрмега – это некая частота, различные частоты отличаются между собой и этой частотой, с одной стороны. А с другой стороны, блеклый, красный, синий, красный, чем они отличаются? Отличаются они вот этими, то есть амплитудой. Понимаете? Амплитуда – это яркость или что это? Да, это яркость просто света. Бледний красный, амплитуда маленькая. Средний красный, амплитуда средняя. Совсем красный, амплитуда большая. А красный и синий, они отличаются этой частотой. Частотой отличаются. Хорошо, а почему это двигаясь по спектру и изменяется качество? Как это объяснять? По спектру мы двигаемся. По спектру мы двигаемся только по омегии двигаемся. От белого к чему это… Поэтому я вообще термологически отсюда даже видно, что разговоры… Здесь мы просто… Просто некректиз пример, да? Просто некректиз пример. Потому что… Ну где у тебя в омегии цвет и темнота? Нету ли цвета и темноты? Согласись? Нету? Вот она здесь у тебя, от нуля, от нуля, она может колебаться, от нуля до бесконечности. Вот она, темнота, свет, темнота, свет. В красноте, в качестве, красному, синему чему-либо этого, она не имеет никакого отношения. Не, ну там же какая-то периодичность есть в чистоте, да, наверное? Никакой у тебя периодичности нет, ничего. Если волна совсем длинная, то есть это вот эта штука, амель, она пропорциональная, вниз, она замедленная, то у тебя, значит, и все. Если она длинная, то радиоволны. Если она совсем короткая, то гамма-кванты. А посередине каждый охотник желает. Знаете, где сидит фазан? Красный, красный. То есть от бесконечности до бесконечности, да? Да, да. Поэтому, как бы, когда говорят о нем, это все встает, когда говорят, что темнота и свет имеют отношение к синему, красному, что-то. Не имеют они отношения, они имеют вот сюда, под любви. Откнули, и с конечностью. Так. Как еще? Вот, действительно, и мы здесь сходимся. Отсутствие желтого – ноль. То есть, как бы, это… Отсутствие желтого – это ноль. Ну, возможно, что цвет. Свет – это. А очень интенсивный желтый – это темнота. Очень светло-фиолетовый – почти черный. Темнота. Очень интенсивный красный – опять тягивает какую-то бесконечности. А белый – это вообще смесь всех светов, да? Или отсутствие света, как такового. Вот. Отсутствие света – это чернота же получается. Черный отсутствие света. Ну, может быть интенсивно здесь его. Просто она, когда будет в нуле, бесконечно здесь сходится. Ну, это разные параметры. Ну, вот в этом… Это просто особенность примера. Ну, так же и звук уже можно покатать. И звук точно такой же. Это же все в одном ряду. Звук у него есть амплитуда вот эта большая. Громкий, тихий, громкий, тихий. И разная высота, что называется, эта тональность. А-а-а… А-а-а… А-а… Да, просто... А-а-а-а… Так я могу, да? Да? Это будет один и тот же, у них будет частота одинаковая, интенсивность это, ну по крайней мере здесь два параметра. Я вспомню, что интенсивность и громкость, высота и громкость разные параметры. Я только говорю, что просто в определении, как я предлагаю, заключается следующее. Мы совершаем переход от тишины в звук и удерживая этот переход, не отказываясь от него. Мы совершаем движение, анкетизирующее этот звук. Тишины звука, когда мы переходим, у нас означает звук разный звук. Разный по громкости звука. Здесь совершенно не причем в саду. Усота не класса, анкетизирует тишину и звук. Тишину и звук анкетизируют только один параметр. Именно его сила звука. А как мы можем самую ситуацию, мы можем посмотреть относительно высоты? Относительно высоты пока разговора нет. А можно ли? Нет, а в относительно высоты такое сделать? Относительно высоты можно такую же штуку сделать? Подойти к звуку с точки зрения другого определения как бы. Так я не вижу как. Так вот я тоже не вижу как. В чем проблема? Что у нас? Тогда у нас все... Весьмотал бы взять тишины и звука. Да, поэтому я и говорю, что в мире, получается, есть только текст серого, а не синего и красного. Так как у них звуки, бывают разные тексты одного звука, а разной громкости, а не бывает разных звуков. Вот про это я и говорю. Что бывает, звук разной громкости, а не бывает разных звуков. Бывают отрезки разной длины, а не бывает круга, а отрезка и плоскость. Не бывает. Ну так же так не может быть? Или может быть? Или все-таки бывают же, но морковности так. Морковки, морковки, не морковки разной длины. Это что-то другое, как и цвета. Но это, видимо, дальше будет строение? Может быть. Но... И с буквами составляющего слова так же. Так же у нас ситуация. Ну, хорошо, давайте все-таки вдумаемся в это определение, когда известно, чем отличаются качества. Всего один парень. Смотрите, первое определение. Мы дали некое одно качество. Мы еще не знаем, которое. На самом деле, звукового света, мы не знаем. И, сохраняя это определение, если плетинная форма знает себя как причину, мы получаем целое. То есть, одновременность разных стоящих рядом качеств. Все какие они, почему они рядом стоят, чем они отличаются, мы не знаем. Мы имеем одновременность разных качеств. И это некое целое, которое задается тем, что мысль, естественно, сознает себя в качестве причины чувства. Когда у нас было вношение, мысль не больше участвовала, но не сознает себя в качестве причины чувства. Но здесь мы уже сохраняя эту одновременность, удерживая эту одновременность, то есть удерживая мысль как мысль, как причину чувства, мы затем переходим к перебирателю вещи частей. Их разность доказывается тем, что они... Нет, их не разность. Сначала они просто стоят рядом, а они одинаковые. Да. Они одинаковые. Просто рядом стоят. То есть просто глядные шары, которые стоят на разных участках сукна. Их разность доказывает только движение в нашем перебирании. Их на перебирании как частей. Да, мы все правильно обрабатываем. Но, а почему здесь перебирание не может быть как именно с бильярдными шарами? То есть берем бильярдные шары, и все, что мы узнаем, не то, что бильярдные шары разного диаметра, а узнаем, что они стоят на разных участках зеленого сукна. То есть мы получили какую-то бильярдность, или это вы опять тоже ставили вопрос, с которым надо представить? Мы получили некую бильярдность, но мы потом, когда их начинаем перебирать, мы видим, что это не шары разного диаметра, как с отлесками, да? А выяснилось бы, что эти шары просто стоят на разных... Каждый был на своей руке. Или такого не может быть? Может быть, мы не знаем, почему они разные. Разность доказывает через перебору. Весь нашим движением от одной части другого. Эти доказывают только то, что они праздные, иначе мы не можем видеть. В чем различие, мы не знаем. Но мы приходим уже к определению, что одновременно даны разные. И теперь мы понимаем, в чем случаются различия. Речь заключается в том, что одна часть была общая. Ну да. То есть, как бы у кого-то все-таки с бильярдными шарами не корректно. Потому что нет никакой бильярдности, а получается с бильярдными шарами есть только отрезки, скажем, от начала кольярдных. То есть, на самом деле, мы не качество получили, а количество. Разное количество. Да. То есть, получается, нет бильярдных шаров, а есть… Разное количество. И расстояние, где это бильярдно шара, от некой выбранной точки. Это сначала… Это еще не качество, да? Это просто количество. Вот так это очень интересно получается. То есть, раньше был просто натуральный ряд какой-то, один, два, три и так далее, а сейчас получились какие-то непрерывные количества. Ага. Типа отрезки там и прочее. Вернее, обязательно непрерывные. Они могут быть дискретными. Они, кстати, обязательно дискретные. Мне это больше. Да. Они, кстати, дискретные, обязательно. Блин, я никогда не принял непрерывность. Это не прикол, кстати. Вы просто… Не переходим. В том-то и прикол. Всегда дискретные. Опа. Но мы уже перешли… Вот в этой стадии, когда мы начинаем терять, уже я сказал, да? Мы перешли к двухчастному определению. То есть, сначала первое состояние. Мы удерживаем, видите, одинаковое, множество одинаковых частей, давая определение целого, как одновременность одинаковых частей. И, начиная перебирать, мы удерживаем целое. Значит, этим перебиранием причем ретилируем ситуацию целого. Не удерживая как целое, мы и получим частей. Мы станем перебирать часть его. Опять свалимся к умножению, к счету, куда-то туда. Мы удерживаем целое. Мы удерживаем себя как причину, чувство. А когда перебирает, она теряет это самосознание, перебирает их просто социальным движением. Но удерживает это, себя как мысль, то есть целое как целое. Перебирает часть. И только так. И, когда мы приходим к красности качества, мы тоже удерживаем частное определение. Как это выглядит? Тишина, звук. Тишина, звук. Удерживаем это определение. Затем тихий, очень тихий. Тихий звук. Громче звук. И двигает все более и более громкого звука. Мы все время удерживаем эту вот тишину звука. Тишину звука. Переход от тихого звука к другому звуку. С одной стороны переход к другому звуку. От звука к звуку. А с другой стороны это еще то же самое. Движение тишины к звуку. То есть мы одновременно удерживаем. Я бы просил строение метро, чтобы он не менялся и оставался. В этом определении. Стандартные другие. Интересно. Ну а в принципе происходит это движение. Фиолетовое, красное, зеленое, синее, желтое. А с другой стороны все время сохраняется только один переход. От твердоты к свету. С одной стороны все время движение на более темном, на более светлом. От одного цвета к другому цвету. А при этом сохраняется, все время сохраняется. От твердоты к свету. От темноты к свету. От темноты к свету. От темноты к свету. От фиолетового цвета. Тишины и громкости. Тишины и громкости. Тишины и громкости. Старая постулата, Олег Михайлович, что чувство только различает. Да. Помните, у вас был такой... Вы так постоянно рассуждали именно в таком причине. Тишина и громкости у меня происходят. Но чувство это всегда контраст между одним и другим. Чувство только различает. В этом звук как бы один. Только разная громкость. И это просто звук. В этом определении громкости и есть просто звук. Да. В нем то звук. Что такое звук это громкость? Когда это громкость, то есть когда это звук. А там. Да нет. Но звук это нет. Есть как раз просто различие, которое имеет звуковое качество. От тишины и громкости. От этого звукового качества? От тишины и громкости. Один и тот же звук все время звучит. Такой мир. Из одного звука. Да. В значении, вы говорите, что вырождается. Да. Один звук равен разной громкости. То есть, что самое сравнение происходит движение от звука к звуку от менее грока, более грока, но оно абсолютно всего лишь то же самое, как тишина рождает звук. Да. И бильярдные шаги, они всего лишь точка, которая находится на разном остеянии от музыка. Вот и вся. Так а мышление эрис-то будет давать качество или не будет? Раньше у вас как было? Чувства различают, а собственно, качество как качество, да, красное как красное, это дает мышление, как в виде эрис. Получается, что нет такого эриса совсем. Совсем нет. У вас раньше такое построение было? Один пифагорейский рай или ад. Пифагорейский ад, по-другому. То что пифагорейский ад? Все кругом где-то исчислено? Да. Один звук, один цвет. Что там еще одно? Не пять миллиардных шагов, а одна точка. На разном состоянии от музыки. Я повторюсь, что не приходит только на логу, а это именно видит, как ты видишь все. Ну, это понятно. Просто одно и то же. Это точно так же, и отрезок у вас один, а плоскостей нет. Плоскостей вот нету, а отрезок есть. Один отрезок разным геном. Значит, еще раз происходит движение от звука к звуку, а с другой стороны сохраняясь. Движения отличены на полу. Вот этого нету, что звук от другого звука отличается не громкостью. Если у вас звук от другого. Только громкостью. Если громкостью, тогда один и тот же звук, разная громкость. С одной стороны, у нас как бы есть удерживание. Да нет, нет. Ты утрируешь на самом деле. Почему? Да просто неизвестно много ли в мире звуков или мало. Это вот сейчас на данном этапе неизвестно. Известно только их различие. Мы можем в двух различных звуках увидеть только одно различие. Это и громкость. Да. Больше другого различия мы просто не видим. Так вот в том ты, посмотри, не так как ты говоришь. Мы не два звука с собой берем сначала их саму. Так а мы и не берем их просто как-то много, как это многообразие. Мы берем громкость и тишину. У нас изначально главное, что перед нами есть, это громкость и тишина. И из громкости и из тишина звуки становятся различимы по одному параметру, по громкости. Да. Вот так оно. И в данном случае как бы все редуцировано к этому. Я и говорю, что пифагорейский ад просто. У тебя нет в моем промысле разных звуков, как и нет красного и фиолетового. Нет, звуки разные есть, но мы их не можем зафиксировать. То есть для... Может и можем относительно другого какого-то параметра. Относительно другого параметра. Сейчас для осознания ничего другого нет. Есть только вот именно это различное. Да, да. Качество только с этой стороны есть. Да. То есть у тебя... Я называю прифагорейский ад. Малгебратское зло написано на русском. Вот. Это... Почему он прифагорейский такой? Это потому что у тебя... Вместо мира имеем набор дискретных чисел. Да. Именно так. В общем, если ты и обратишься к физике, то там точно такой же пифагорейский ад. Ты видишь из последних чисел. В физике не так скажешь еще что-то? Нет. С одной стороны это здорово, потому что она говорит, почему именно математика является языком Бога. Да. 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 Потому что как еще иначе? Это единственный язык, на который может говорить мир. Так. У тебя это единственный язык мир. Кстати, очень по себе значим результат. Да. Если мы получили вот эту вот растягивающую серединку, ставим сюда в точке тишины в руку, а обычно приходим вот в руку. Ну, загоняем все время вот этот вот переход от тишины в руку. То в следующем встает вопрос уже измерения. То есть на сколько, короче. Следующим шансом является измерением. На сколько, короче. Хаммель знает только что, короче. Но на сколько, короче, это на уровне отрезков решает, ну, понятным образом. Один отрезок берется за основу. А двухмерных отрезков вообще нет. Только одномерные, да? Да. Пока нет одномерных. В звуке только громкость мы знаем. Нет, ничего. Мирно знаем. Это важно. А это важно почему? Как прийти от других, в другую хронтирическую звуку или другую хронтирическую звуку? Кроме светлости? Светлости отречизируют, переходят с аналоги к свету. Да. Замечательно. У меня есть действительно еще яркость. То есть отречизность, есть еще куча параметров у цветов, звуков. Ну, по-моему, громкости действительно есть высота, там просто длительность. Да. Длина. Ну, как маману. Ты бедный. Перейти к другим параметрам я не... Не получается. Я вот совершенно натыкаю. Да. А вы так хотите сказать, что нужно три отрезка, а недостаточно двух отрезков и отсутствия длинностей? Я пишу. Вы так хотите сказать, что нужно для того, чтобы их измерить надо, три отрезка, а недостаточно двух отрезков и длинностей? Три отрезков, да. Обязательно. А недостаточно двух отрезков и отсутствия длинностей? Три отрезки? Недостаточно. Потому что... Ведь ясно же, что любой отрезок, в нем суть состоит в том, что любой звук, грубо говоря, громче, чем тишина. И тут мы, казалось бы, даем это понятие, а потом, беря еще один звук, мы их сравним между собой и получаем такую штуку. Нет? Получаем вредность. Просто мы всегда, какой бы мы отрезать не взяли, по недостаточности нашего построения, мы всегда с собой берем тишину. И всегда берем с собой точку. То есть вы думаете, что... Я даже никого не думал. Вы полагаете, что можно получить признак или различие по качеству, по какому-то параметру, имея в виду начало. Да, да. Точка, отрезок и отрезок. Да, да, да. Я больше раз об этом говорил. Что у вас, как бы, точка, то есть тишина, она вот там в самом начале забыта, и она там оставит. А в том же деле, что мы эту точку и тишину всегда берем с собой. Мы всегда видим отрезок и точку. Мы всегда видим другой отрезок и тоже точку. Ну, как в математике говорят, что пустой множество является подмножеством любого множества. Ну, просто надо поднимать. Мы просто не получили равный ангелин, то есть, когда эти точки уходят. Да, точки и два отрезка. Точки и два отрезка. Поэтому, как бы, два отрезка и достаточно по той простой причине, что помыслить отрезок это то же самое, что на ременде мы вместе с ним помыслить точку. Ну, это же все равно эквивалентное отношение. Что взять изначально точку, что взять... Ну, это не эквивалентное. Почему? Ну, почему эквивалентное? Ну, какая разница, как это? Ну, еще вот смотрите, какая... Как определить? То есть, как бы, я так хочу сказать, что мышление любого отрезка подразумевает мышление тишины или точки. Мышление любого звука, то есть восприятия по воде, оно подразумевает, опять-таки, возможность тишины, возможность его отсутствия. Поэтому у вас, как бы, любой, как бы, отрезок, любая совокупность с отрезком всегда имеет рядом с собой точку. Поэтому два отрезка, благодаря этому, благодаря точке, могут задать меру своей длинности. То есть отрезок по сравнению с точкой задает параметр качества или различий, а сравнение, какую отрезку между собой, дает длину, как меру. Получается, что два отрезка – это два разных способа перехода от точки к отрезку. Да. То есть один способ? Да. И еще один, два перехода от точки к отрезку. К отрезку. И мы их сравниваем именно как два разных способа одного этого. Да, на самом деле, вам будет трудно обладать, что такое точка. Что такое точка? Дело в том, что отрезок… Точка у нас то, что задает сам в начале саму ситуацию? Нет. Именно точка ее задает? Когда мы пытаемся задать длину как качество двумя отрезками, а потом еще двумя отрезками, да? Тем самым, как бы у нас изначально в фиговое время только один параметр, а именно вот его длина. А когда мы в определении пытаемся определить с помощью точки, нам надо будет определять, что такое точка. Это еще какое-то дополнительное определение. Нельзя же было сказать, что точки – это просто не вытие или ничто. Потому что это должно быть ничто определенное, ведь, правильно? Которое конкретно касается длины. Ничто длины. То есть надо будет как-то эту точку определить, что это такое. А так, когда с помощью двух определений, тут не надо никаких других вводить эти допущения, ничего объяснять не надо. И поэтому мне кажется, что так вот проще вводить сначала два отрезка сравниваться и находить некий общий нечто, то что можно сказать длинность, а на втором этапе они уже измеряются. Дима, получается, что два отрезка, не просто два отрезка, а это два варианта перехода от точки к отрезку. Есть некий. Так а точка-то что такое? Как Вы создадите, что такое точка? Ну, даже как, что такое тишина или темнота, что это такое. То есть переход от точки, зачем нам, что это такое, чтобы от темнота, она часовая, если нет перехода от темноты нет. Ну, просто каждый раз, когда мы говорим о таких вещах, это же должно быть ничто определенного качества. У каждого качества свое ничто. У света там темнота, у отрезков, скажем, у длинности это точка и так далее. Ваня, можно же и уговить, что она двухчарная неизвестная. У нас двухчарная перерыва, ну, двухчарная перерыва, У нас в настоящем мире, к сожалению, так происходит, что тишинник цвета, да, к сожалению, и если в мире мы делаем для тишины громкости, а вот мы, к сожалению, в настоящем мире держимся для тишинных цветов. А вот как от громкости перейти к высоте, потому что, конечно, высота это тоже две разные высоты, звук, я не буду переходить к времену, хотя бы хочется. Да, две разные высоты, конечно. Две разные высоты это тоже два разных способа перейти к тишинным звукам. Они две разные высоты, но, к сожалению, у них там особенность состоит, что если тишина есть, то что такое отсутствие высоты? Ну, предельно низкий звук, не слышим, как предельно высот. Тоже не слышим. И на обоих конца аспекта ты умеешь обмени тоже. Как же так? Ну, это специфика наших ощущений, так что это не касается сути этого дела. Ну, в техниках, это ничего сказать, что при этом определенный высокий звук. Как бы, нет, предельно низкий звук. Ведь, когда он написал замечательную штучку, у тебя могло изменяться, у тебя эта бесконечность? А, нет, это у тебя изменялось-то... А, нет, это как-то подолгово, наверное, технически подолгово. Ну, хорошо, без конечности, без конечности. Не слабо, если бы у меня перевоза открылся на громкости к другим параметрам. Не просто каждая динамитивность, то, если мы возьмем другой параметрам, скажем, высоту... Другой то же самое. Ну, то же самое. Как... А, упираемся... Может, по иксу смотреть динамитивно, а может, по иксу, то же самое. Мне кажется, мы логически упираемся в эту ситуацию. Долгота звука, длительность звука не конфертизирует переход от дешевых. Не конфертизирует, не расшифровывает. Это расшифровывает только громкость. А длина звука звука, там, сколько времени будет лица, это уже после громкости, а последовательной громкости. Если звук есть вообще, отличается от другого, то можно посмотреть, что он отличается еще и высотой или от долгатуры. Но сначала он должен быть, но вроде бы уже есть, только от него перейти к свойствам различным. Я все время упираюсь в том, что... Исход, например, это все равно тишина звука. Никак, когда долгота звука не расшифровывает переход от тишины звука. Ну, никак. Ну, конечно. Вот. Я все время упираюсь в этом, как дурак, уже нигде-где пытаюсь, что делать только зубы. Я не могу. Давайте пока. На то, что я еще ноте закончил. У нас, наверное, будет... Какая-то каникулы? Невероятно, то, что шло. Каникулы? Да. В Пифаргарии такой посоветовый замечательный Пифаргарийский ад получился. Да. В жизни утверждающий Пифаргарийский ад. В жизни утверждающий Пифаргарийский ад. Вот. Когда будут занять занятия, там, в новой сетях, может, я... Да. Как считается вообще? Ну, хорошо. Вот. 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 Двендесятого. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.